Всем привет! Меня зовут Джин Лав, Анатолий Быков. И я продолжаю разработку игровой клавиатуры. И сейчас вам продемонстрирую мои новые идеи по поводу этого. Итак, в прошлом видео я вам рассказывал о том, что все клавиатуры изначально созданы для того, чтобы набирать и, собственно, печатать текст. А они вообще не игровые. И то, что кнопки расположены на клавиатуре, неудобно. То есть, они под определенным наклоном идут все, да? А для удобства и для максимальной эффективности было бы лучше, если бы кнопки были расположены вертикально, да? Это я еще говорил в первом видео. Или немножко под наклоном, так как наши кисти и пальцы сгинаются не прямо, прямо, да, параллельно, а каждый палец сгинается под определенным наклоном. То есть, по определенной траектории. Соответственно, кнопки должны быть тоже расположены вниз по определенной траектории. Потому что, когда мы сгинаем пальцы, нажимаем на вот эти вот кнопочки, они должны тоже в определенной траектории идти. Ну, что еще? Я еще определил, что когда мы нажимаем, допустим, сейчас вам покажу. Вот есть кнопка, любая, да? Ставлю. Нажимаем, допустим, на кнопку F. Потом нам надо нажать на кнопку C, вот эту, да? Третья кнопка. Нам на нее уже неудобно нажать, и палец проскальзывает. Часто в клавиатурах используют клавиши с наклоном, то есть, такие просто, как с наклоном. Но в любом случае она будет проскальзывать. И нажатие, получается, идет движение пальца сначала вот сюда. Она более-менее комфортная и быстрая. Ну, если бы это было бы прямо, да? Вот. Ну, а потом движение пальца вот так, то есть, уже скользит, и она проскальзывает. И нажимать, получается, ты нажимаешь не вот таким вот движением, а вот таким вот, вот так вот, ногтем, получается. Это вообще неудобно и очень плохо. Поэтому я придумал, что движение должно быть и нажатие здесь так же, как это используется в игровых мышах. То есть, в игровых мышках очень часто кнопки ставят слева, сбоку. Или под правую руку, или под левую. Такие вот боковые переключатели. Я понял, что в игровой клавиатуре тоже нужно сделать эти вот такие вот переключатели. И для этого я сейчас из пластилина вылепил примерную модель, как это может быть, да? Вот что у меня, собственно, получилось, да? Я сейчас играю на клавиатуре именно левой, точнее, не левой, а правой рукой, а левой рукой держу мышку. Соответственно, вот у меня, получается, кнопочки. Примерно я их выложил по линии. Вот, как удобно, да? Вот, и вот такая вот у меня штука получилась. Эти кнопочки у меня под большие пальцы. То есть, и что здесь, что означает? Первое. Розовым цветом обозначается именно первое положение пальца. Ну, тут у меня просто белого пластилина не хватило. Я сделал, сделал здесь все розовым. А так вот, смотрите. Розовый пластилин – это кнопочки, куда ставятся первоначально пальцы. Вот так вот, да? Вот так они ставятся. Это их позиция. Соответственно, позиция большого пальца, она вот, она ложится на эту кнопку. И что здесь удобно? Есть кнопка сбоку, вот так нажимать, как мышки. То есть, ты можешь вот так кликать. Еще раз покажу вам. Можешь вот так кликать. Можешь кликать вот так. То есть, и так в эту сторону нажимать. Это очень удобно и быстро. Раз, раз нажал, раз нажал. Максимально быстро и эффективно. И так же здесь можешь нажать. Переключить, переставился. То есть, можно с кнопки на кнопку перескакивать. Можно даже на дальнюю кнопку перескакивать. Это максимально быстро и эффективно. То есть, вот что я сделал для большого пальца. То же самое я решил сделать и для четырех остальных пальцев. Потому что, как я показывал вам на обычной клавиатуре, да? Вот, когда мы, допустим, одну кнопку нажали, вторую, а третью у нас уже неудобно нажимать, да? Третьи кнопки, вот эти вот кнопки, С, неудобно нажимать. Конечно, можно перемещать руку, но это лишние движения, на которых уходит время, и скорость нажатия теряется. А если ты можешь быстро нажать кнопку, это имеешь преимущество в игре. Соответственно, игровые клавиатуры, я считаю, какими должны быть, должны быть максимально усовершенствованными. Вот, максимально эффективными, как оружие или как другой боевой предмет, чтобы это приносило максимальную пользу, соответственно, в сражении, в игре. Ну и, в принципе, это было максимально эффективной штукой в управлении игрой. Итак, вот что я сделал. Я здесь сделал также кнопочки и для пальцев. Вот, смотрите, у меня указательный стоит на это основное положение пальца на кнопке. Потом есть кнопка выше и есть сюда. Вот основные быстро работающие кнопки – это вот эти. Вот тут я могу очень быстро переключаться между этими кнопочками. Очень быстро могу переключаться. Дальняя кнопка – это уже менее эффективное. Сюда долгое нажатие, но палец достает за счет того, что изменено расстояние между кнопками. Оно будет 2 мм. Вот, и из-за того, что еще кнопочки потом будут примерно 13 или 14 мм в квадратики такие, да? Вот это тоже уменьшает расстояние, и они более сжатые. Соответственно, я могу как вот тут нажимать быстро, работайте на кнопках, так могу и на дальнюю тоже нажать. На дальнюю чуть-чуть подальше. Ну, тоже, видите, диапазон кнопок без перемещения и смещения руки сразу задействован на 4 вот эти кнопки. И самое главное, есть пятая кнопка, вот эта. То есть, видите, я могу вот так нажимать. То есть, раз, раз нажал. Максимально быстро. Никуда не надо смещать руку. То есть, вот я сюда нажал, сюда нажал, сюда, сюда нажал. Отсюда сюда нажал. То есть, и также остальные кнопки. Единственное, что палец длинный, вот этот, который большой палец мой, да, вот этот, которым я сейчас кликаю, он имеет выступ, соответственно, и сдвинутые кнопки немножко вверх. Соответственно, тут же должно быть тоже увеличено расстояние. И вот у меня также здесь белая кнопка, если я вам покажу. Вот она, эта белая кнопочка. Она тоже чуть-чуть выступает. Вот, естественно, тоже это максимально удобно и эффективно. Я вам палец подниму один, чтобы продемонстрировать. То есть, я нажимаю вот здесь, потом нажимаю вот здесь. И также могу тут же нажать сюда. То есть, максимально эффективно и быстро нажимать на третью кнопку. В обычной клавиатуре вот такой третью кнопку ты быстро, эффективно не нажмёшь. Здесь же это будет вообще очень здорово. То есть, вот могу переключаться. Вот на эти две легко. И также на третью могу легко и быстро нажимать. Вот, это будет вертикальная кнопка. То же самое я сделал и для безымянного пальца. Для этого пальца такая же кнопочка есть. И для мизинца. Вот, таким вот образом это всё выглядит сейчас. Естественно, это не конечная модель. Я ещё буду совершенствовать, потому что при разработке данной модели я понял, что даже вот эти вот кнопочки, они должны быть находиться в определённом наклоне, под определённым углом. Ещё я понял, что высота вот этих кнопочек, она должна быть полностью, потому что ты можешь нажать как вот сюда, быстро переместиться, так ты можешь нажать и вот так, ниже, да, чтобы тут пустоты не было. То есть, кнопочка должна быть длинненькой. И вот эти кнопки тоже должны быть, все они под определённым углом, либо наклонены. Ну, в общем, тут уже я буду дальше изучать всё индивидуально. Вот, такое вот расположение, собственно, под мизинец. Вот я... У меня пока под вопросом кнопка под мизинец. Какая будет основная? Я сначала думал сделать вот эту основную кнопку под мизинец. Но моя задача была сделать так, чтобы сами пальцы располагались на кнопках и вся рука, все пальчики были расслаблены, да? Вот, соответственно, когда я вот так ставлю, да, ну, просто вот расслабляю руку и ставлю, то вот у меня мизинец расслаблен. И вот так он ложится на эту кнопку розовую, да, на вот эту вот кнопку. Но если я вот сюда ставлю, то мне приходится мизинец немножко напрягать и тянуть. Поэтому я, собственно, мизинец тоже сдвинул вниз, максимально комфортное расстояние. А нажимать мизинцем тоже, в принципе, удобно. То есть я, наверное, могу нажимать очень быстро вперёд, переставлять мизинец. Также могу вбок его немножко делать, да? Хоть отсюда, хоть отсюда, или вот так. То есть движение одним пальцем. Ещё я не доработал, насколько нужна здесь эта кнопка. Может быть, она здесь всё-таки не нужна. Может быть, нужна, но должна быть под определённым углом. Потому что просто вот такое нажать, да, вот так, кликнуть мизинцем, тоже не совсем пока что комфортно. То есть тут надо ещё дорабатывать вот эту вот часть. Но в целом мне идея понравилась, то, что я придумал. И в дальнейшем я буду это ещё много раз обдумывать. Потому что пока больших средств нету, чтобы прям сразу начать всё это делать. Пока я стараюсь не терять времени. И всё в свободное время я либо размышляю, придумываю новые идеи, как это доделать, как это усовершенствовать. Вот. И, в принципе, экспериментирую, да. Ну и также стараюсь визуализировать и представить, как возможно сделать лучше. Вот. Собственно, то, что я вам хотел рассказать, как, в принципе, идут дела при разработке клавиатуры и чем я сейчас занимаюсь. В общем, сейчас ещё у меня стоит задача придумать, как всё это дело производить. Потому что у меня есть вопросы. Либо это всё ставить, кнопки это ставить на алюминиевую раму, либо это использовать твёрдый пластик. Вот если это, скорее всего, пока что я склонен к пластику. И вот если я буду это делать пластиком, то нужно, опять же, тут делать очень сложную форму для заливки всего этого. В общем, ещё нужно продумать сам процесс производства, создание такого корпуса. Потому что просто сделать плоскую рамку легко. А вот сделать рамку, которая будет с определённым выступом. Тут, конечно, просто у меня всё грубо, да? Кусок пластилина лежит. Но в идеале там будет примерно сантиметр, да? Ну, чтобы кнопка вставлялась. Примерно сантиметр и потом такой резкий скос. Ну, скос, чтобы она не мешала в кисть, вот сюда в руку ничего не давила, не упиралась. То есть... И, в общем, много вещей, которых необходимо продумать, решить, как лучше делать. И уже потом приступать, когда будут деньги к остальным задачам. Вот, собственно, это всё, что я им хотел рассказать. Показать, собственно, своё видение, как оно должно быть. И как, собственно, иду дела, и чем сейчас занимаюсь. Ну, в принципе... На этом всё. С вами был Наталья Быкова. Джиллав. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok